Ребята из группы «Время и стекло» тоже отмечали наурыз. Как раз на праздник у них выпало выступление в Алматы. По ходу интервью выяснилось, что Лёша и Надя палец в рот не клади. А кто еще может позволить себе хлопать дверью перед носом продюсера? Крышу этим артистам давно снесло. В хорошем смысле слова, разумеется. Ребята уже пять лет на сцене и как-то не страдают от недостатка внимания. Что не песня, то модный хит. Однако Лёша и Надя признались, что они давно висят на волоске от нервного срыва. Песня «Имя 505» вымотала всех. Мы собрались и разругались, когда начали писать «Имя 505». И начали спорить. Я помню, что Потап психанул, ушел. Я разрыдалась, уехала. Ну, в общем, там был скандал. И на следующий день мы ее записали, вы собрались и записали за полчаса. Как ни странно, но хит на скорую руку бомбанул. За месяц почти 70 миллионов просмотров, а пародии и того больше собирают. Мы обожаем различные такие видео. Пародии и каверы. Пародии, да, и каверы. Я же просто там как-то перед камерой качала, там «Любовь моя». Да, импровизация. А мы искажем, они его повторяют. Ты, мя любимое, мое, твое имя новое. Ты, мя любимое, мое, и непобедимая, а любовь моя. Такая раскованность и артистов, и поклонников нисколько не напрягает их продюсера Потапа. Захлопнули дверь перед носом – не беда. Истерики – допускай. Оказалось, он только с виду такой энгри-мен. Я знаю Потапа уже лет 15, если не больше. Я думаю, что он для меня больше, наверное, даже как старший брат, наставник. Кроме того, что он, в принципе, классный, веселый, он очень крутой профессионал. Сейчас ребята с головой в гастролях да в студийных делах. Но и для поклонников время всегда найдут, особенно для казахстанских. В Казахстане мы вот только-только начинаем, скажем так, и вот песня стала хитом. И надеюсь, что мы к вам будем почаще приезжать, и вы нас запомните. Ну, а с поклонниками мы общаемся, и правда, и чаще всего отвечаем на сообщения. Как следует развлечься в Алматы, у ребят получилось только на концерте. А стрелявшись на сцене, группа «Время и стекло» поспешила паковать чемоданы. Яна Пучкова, Даурин Миргалиев, Новости Ревю.